Друзья, вы наверняка сталкивались с такой фразой, как музлом не заработать. Согласитесь, она демотивирует и принижает значимость музыкантов. Однако я докажу, что это абсолютно не так. Добро пожаловать на канал Drum Galaxy Show. Меня зовут Варламов Игорь. Сегодня я расскажу о 10 способах того, как заработать барабанщику. Усаживайтесь поудобней и поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Пишите мне в любую из социальных сетей и мы договоримся с вами о занятиях. Все ссылки вы найдете в описании к видео. Все способы заработка, о которых я вам сегодня расскажу, можно разделить на три категории. Первая для всех тех, кто играет на барабанах. Вторая для тех, кто играет в группе. Третья для тех, кто занимается блогерской деятельностью. Теперь обо всем по порядку. Первый способ – преподавать уроки игры на барабанах. Это самый очевидный и распространенный вариант того, как заработать барабанщику. Здесь главное, чтобы у вас было музыкальное образование и опыт игры. Надо помнить о том, что вас будет окружать множество конкурентов, поэтому вам нужно выделяться среди всех остальных. Стоит отметить, что уметь круто играть на ударной установке не равно умению круто доносить информацию до учеников. В идеале, помимо музыкального образования, у вас должно быть еще и педагогическое. Вы можете преподавать очно, обучая учеников на студию, а также дистанционно, посредством видеосвязи. К счастью, сейчас онлайн-формат активно набирает обороты, благодаря чему вы можете не ограничиваться только своим городом и искать учеников практически по всему миру, что дает возможность увеличить вашу клиентскую базу и, соответственно, увеличить ваш доход. Второй способ – это сессионная работа. Здесь существует множество ответвлений заработка. Вкратце расскажу о самых популярных вариантах. Вы можете быть сессионным музыкантом на время выступлений и получать доход от концертов, но не являться полноценным участником коллектива, а быть на подмене или же быть концертным музыкантом при каком-нибудь известном артисте. Сессионная работа может быть также связана исключительно с работой в студии. Вы можете записывать на заказ барабанные партии для различных групп или же сочинять биты для хип-хоп-артистов. Здесь же можно выделить следующее ответвление – это прописывать партии в формате миди с последующим их оживлением. То есть вам даже не понадобится реальная ударная установка. Ваша задача будет прописывать биты во фротилуксе или в других секвенсорах. Третий способ – сдавать в аренду свое барабанное оборудование. Этот способ весьма рискованный, поэтому я вообще бы не советовал им пользоваться. Однако он есть, и я его озвучил. Думаю, здесь все понятно. Вы получаете денежку за то, что даете пользоваться вашими барабанами. Но в каком состоянии вам их вернут, будет оставлять желать лучшего. Это можно сказать способ заработка на черный день, если у вас с денежкой совсем все плохо, и вы готовы идти на отчаянные меры. Теперь переходим к следующей категории. Если у вас есть своя группа, и она обладает той или иной степенью востребованности. Здесь можно выделить следующий, четвертый способ заработка для барабанщиков – это доход от выступлений. Он отчасти похож на доход от сессионной деятельности, однако здесь есть свои отличия. Как правило, если вы являетесь участником коллектива, то весь ее доход делится поровну между всеми музыкантами. И также у вас будет возможность получать дополнительный профит от возможных доходов коллектива. Пятый способ – это доход от мерча. Как правило, все группы, которые отправляются в тур, обязательно продают свой мерч, так как эта тема востребована и приносит дополнительный доход группе, а соответственно, если вы ее участник, то и вам тоже. Да, вы можете и без группы сделать свой мерч на барабанную тематику, но так будет найти покупателей гораздо сложнее. Вам как минимум нужно будет иметь хоть какую-то медийность. Шестой способ также относится к тому, если вы являетесь полноценным участником группы. Это доход от прослушиваний треков и монетизации от клипов и прочих роликов. Вы будете получать часть роялти от прослушиваний ваших треков на таких стриминговых сервисах, как Spotify, Apple Music, Яндекс.Музыка и так далее. Также, если у группы есть свой канал на YouTube и вы выкладываете туда свои клипы и прочие видео, то заключив партнерку с YouTube, вы будете получать доход от монетизации. Разумеется, как будет распределяться доход от этих источников, зависит от того, как вы это согласуете внутри коллектива или же между группой и лейблом. Следующая категория заработка, если вы являетесь барабанщиком-блогером. Как я только что упоминал про доход от клипов группы, здесь вы также можете заключить партнерку с YouTube и, соответственно, седьмой способ заработка – это доход от монетизации. Но чтобы заключить партнерку, на вашем канале за последние 12 месяцев должно быть более 4000 часов просмотра и более 1000 подписчиков. Дерзайте, создавайте и развивайте свои каналы. Чем больше просмотров, тем больше доход. Однако нужно учесть, что, как правило, драм-каверы не монетизируются. Доход от просмотров уходит авторам треков. Это в лучшем случае. В худшем, ваше видео вообще будет заблокировано. Восьмой способ – это рекламная интеграция. Помимо монетизации, вы также можете делать на своем канале рекламные вставки. А если у вас есть раскрученный Instagram или TikTok, то и там тоже. Для этого вы можете напрямую договариваться с рекламодателями или искать их через биржи блогеров. Но чтобы ваш аккаунт был им интересен, вам нужно иметь много подписчиков и просмотров. Девятый способ заработка – это стримы. Думаю, здесь все понятно. Вам донатят зрители. Стримы можно проводить практически на всех площадках. Самый популярный среди них – это YouTube, Twitch и TikTok. И последний, десятый способ заработка для барабанщиков – это эндорсмент. Для тех, кто не в курсе, поясню, что быть эндорсером – это все равно, что быть амбассадором какого-либо бренда. Эндорсмент можно разделить на три класса. Самый низкий – когда вам дают скидку на покупку инструмента. Средний – когда вам бесплатно дают инструмент. И самый высокий – когда вам еще и доплачивают за то, что вы играете на определенном бренде. Как правило, в России распространены только два первых класса эндорсмента. Высший его класс получают только барабанщики очень популярных групп, таких как Металлика, Пуфайтерс и так далее. Кто-то скажет, что эндорсмент – это не способ заработка. Отчасти это действительно так. Но, как говорится, если мы где-то сэкономили, то можно считать, что заработали. Тем более, что для нас, барабанщиков, экономия существенная. Так как мы все с вами знаем, сколько стоит новая ударная установка. На этом заканчивается сегодняшний выпуск. Пишите в комментариях, какие еще способы заработка для барабанщиков вы знаете. Также рекомендую посетить мой сайт drumgalaxy.ru, инстаграм, тикток, паблик вконтакте и мой лайв-канал, на котором я каждую субботу в 19.00 провожу прямые эфиры. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. На сегодня у меня все. До встречи в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok